Приветствую, братва, с вами Сникиджо, если вы смотрите это видео, вы хотите научиться раздавать на монстре, и вы зашли туда, куда надо. Я научу вас правильно выбирать маршрут, эффективно отжираться и правильно реагировать на различные типы угроз. Само собой, для этого вам понадобятся базовые знания об игре, но самый сок вы узнаете именно здесь. Приступим. Любой матч, который происходит в Вольф, имеет три стадии. Стадия преследования, стадия отжирания и стадия битвы. Первая стадия характерна для первого уровня монстра. При грамотной раскачке и хороших перках вы уже можете раздавать по лицу, однако здоровья на затяжные драки вам не хватит, и вы должны убегать. Убегать и пытаться перехватить кусочек жратвы. Как бы хорошо вы не убегали и не прятались, избежать битвы у вас вряд ли получится. Или во время путешествия, или во время эволюционирования вы однозначно получите по лицу. Это будет ваша первая драка, во время которой вы будете драться, внимание, не против четверых персонажей, а против пятерых. Цифра 5 здесь неспроста. В большинстве случаев, когда вы положите одного из врагов, купол будет держаться еще примерно 30 секунд, а вот персонаж упадет с корабля уже через 10 секунд. Это ставит вас в очень щекотливую ситуацию, когда вы должны вывести из строя одного из персонажей, а после этого убегать по куполу. Так как в этой ситуации у вас уже вряд ли остается щит, и вы начнете терять здоровье. Тем не менее, если у вас есть возможность завалить второго идиота, воспользуйтесь ей. Это пригодится вам в финальной битве. Каждый упавший персонаж увеличивает время, через которое произойдет респаун, а также они накапливают страйки, которые уменьшают их количество хп. После того, как вы берете второй уровень, вы уже можете решать, драться вам или отжираться дальше. Наверняка вы уже столкнулись в бою с охотниками и можете решить, насколько же они могут быть опасны. И если вы не уверены в своих силах, то вы просто начинаете бегать и отжираться дальше. Ну уж, а на третьем уровне вы обязаны их разобрать. Теперь, как же вам дожить до третьего уровня? На первом уровне вы максите одну способность, которая позволит вам наносить урон, и берете один уровень способности, которая позволит вам быстро перемещаться или замелись врагов. У каждого монстра свои способности, и если вы хотите более подробного разбора каждого монстра, пишите в комментариях, я сделаю по ним отдельное видео. Далее вы берете перки, которые соответствуют вашему стилю игры, и начинаются погони. И первое. Никогда, никогда не начинайте убегать в центр карты. Вы хотите бегать по периметру. Останавливайтесь на пожрать только на короткие промежутки времени. Если вы видите большое количество бесплатного мяса или большого зверя, нет смысла гнаться за ними, потому что охотники у вас на хвосте, и они собираются оторвать вам лицо. Помните, что вы шумите очень сильно, и вас видно издалека. Постоянно нюхайте и осматривайтесь назад. Думайте головой. Иногда имеет смысл применить хитрость. Пока охотники бегут по прямой, они не могут вас догнать. Поэтому они будут вынуждены срезать расстояние. Если вас заметили или просветили планетарным сканером, имеет смысл пригнуться и попытаться зайти охотникам в спину. Вы также можете использовать кусты и ущелья для того, чтобы спрятаться в них. Зачастую охотники не видят монстра, когда он находится у них прямо перед носом. Ещё одним приёмом, который позволит запутать охотников, является ходьба спиной вперёд. Да, это выглядит смешно, однако это оставляет правдоподобные следы, которые легко смогут обмануть спутник Джека, да и самих охотников. Если у вас есть подозрения о том, что скоро ваше местоположение будет просканировано, имеет смысл несколько секунд пройтись спиной назад, чтобы смутить охотников и дать им неправильное представление о том, куда вы направились. Если вам приходится драться, не затягивайте это дело. Купол кончится тем быстрее, чем больше урона вы нанесёте охотникам и чем больше урона вы примите сами. В бою вы можете выбрать цель с самым маленьким количеством здоровья и щитов, чтобы уменьшить время купола, или цель, которую вы хотите ослабить для финальной битвы. Помните, что если ваш враг упадёт на землю два раза, то его больше нельзя будет поднять во время драки, и он сможет респаунуться только с корабля. Мои предпочитаемые цели — это медик, как персонаж, который поддерживает команду на плаву. Его и легче всего убить. А также ассалт, который наносит три четверти урона команды. Именно эти двое действуют мне на нервы больше всего, именно поэтому я предпочитаю их. У вас могут быть приоритеты другие. Во время битвы старайтесь отделить интересующего вас персонажа от других. В таком случае по нему будет легче попадать, и союзники не смогут прикрыть его своими тушками. Как только вы выполнили цель, ради которой вы дрались, и если вы не получили слишком много урона, рекомендую ретироваться. Также стоит сказать о том, как и где вам стоит эволюционировать. Вы должны убедиться, что охотники или находятся на расстоянии одной трети карты от вас, или спрятаться в неприметный угол после сканирования. Ну и конечно же имеет смысл эволюционировать после того, как только что закончился замес в куполе, потому что тогда вас не смогут зажать, пока у вас нет брони. Также имеет смысл сделать эволюцию как можно ближе к краю карты, потому что если вас всё-таки зажмут, то битва будет происходить в тесном пространстве. Ну и конечно же центр купола устанавливается по координатам монстра. Помните, что тесное пространство – это ваш козырь. Однако, в большинстве случаев, если вы прокачиваетесь до третьего уровня и идёте ломать силовое реле, тесного пространства будете лишены. У охотников будет достаточно места для маневрирования и разделения, поэтому рекомендуется использовать особенности местности и забить одного из охотников в угол, для того, чтобы он не смог выбраться. Удары монстра уменьшают мобильность охотника и не позволяют ему взлететь наверх, поэтому именно в углу вы можете избавиться от этого охотника раз и навсегда. Имейте в виду, что перед последней битвой охотники предпримут меры подготовки. Они расставят турели, генераторы щитов и мины, поэтому обращайте внимание на то, где вы дерётесь. Ну и последнее, что вам надо знать – это то, против кого вы дерётесь. У каждого монстра есть траппер, который легко контрит этого самого монстра. Есть очень неприятные медики, против которых невозможно играть. В некоторых ситуациях саппорты могут оказать на вас огромное влияние, даже больше, чем на любой другой член команды. Например, будучи полностью отожранными, вы внезапно начинаете получать первоментный урон, потому что у вас через секунду после начала битвы не осталось щитов. Передайте привет тётушке Кале. Почитайте, что умеют делать охотники. Это пригодится вам, чтобы убить их. А если вы хотите видео на эту тему, то оставляйте комментарии с тем, какой класс мне разобрать первым. Или, может быть, вы хотите посмотреть на монстров? Так или иначе, ребята, выполняйте ютубовскую рутину. С вами был Сникиджо. Всем пока, всем удачи.